всем привет сегодня мы приехали в город жуковский ознакомиться с достопримечательностями этого города и заодно завернули посмотреть село быково очень многое вообще слышали информации об этой об этом селе то что здесь расположена старинная усадьба которая была построена в конце 18 века там 1770 по 1850 годы шло строительство в общем заехали в это село и здесь в центре расположен такой парк и в центре этого парка расположена усадьба главный дом усадьбы воронцова-дашковой у нас вот как раз прямо по курсу вот за этими деревьями сейчас туда дойдем и покажем его со всех сторон в принципе единственный минус наверное то что эта усадьба она требует реставрации все здесь вся территория находится в таком запустении хотя людей сюда ходит очень много и в том числе здесь очень много свадеб а действительно как бы здесь все уже давно требует реставрации потому что все разваливается блюстрада тоже сыпется здесь уже деревья растут на крыше 1780 перестроен все проход закрыт да глянь вон там он сыпется просто уже облупилась он сверху деревья там корнями все наверху такие вот статуи головы коня так конечно красиво да она была бы красиво здесь для него на трещины идут по стенам по колоннам нет нет реставрации но не написано написано что нет в районе этой усадьбы проходит очень много фотосессии люди фоткаются поэтому тут наверное нужно даже занимать очередь чтобы снять нормально или там сфотографировать на территории также этой усадьбы есть церковь владимирской иконы божьей матери и такой небольшой пруд мы сейчас тоже прогуляемся по территории посмотрим здесь принципе гулять приятно есть такие вот тропинки ну конечно же в дождь здесь вообще будет невозможно ходить будет очень скользко и грязно а так территория деревья прикольные здесь ели сосны и хвойные лиственные породы деревьев здесь из-за близости города жуковский постоянно пролетают самолеты вертолеты над головой вот сейчас тоже летит вон вертолет буквально каждые пять минут отошли мы сейчас от главного здания усадьбы подошли к речке быковка и сейчас уже идем по самому парку думаем выйти в церкви вот она река быковка который говорили сейчас она правда уже заросла скорее всего в мае в июне она выглядела без вот этой рязки сейчас она почти вся в рядке течение особо не видно цена особо не проточная поэтому эту рязку никуда не уносит так белокаменная церковь владимирской иконы божьей матери расположена на усадьбе быкова в стиле русской готики или псевдо готики не имеет аналогов храмовой архитектуре подмосковья ну и в принципе вообще в храмовой архитектуре всей россии здание расположено два храма верхней в честь владимирской иконы божьей матери и нижней христорождественский 1628 году было первое письменное упоминание деревянной церкви во имя рождества христова в селе быково 1788 году был отстроен верхний храм во имя владимирской иконы божьей матери 1937 году церковь была закрыта и разграблена а священнослужители расстреляны в 1978 году в помещении храма предполагалось разместить культурный центр и музей боженого выставочный зал и зал камерной музыки советское время на воплощение таких замыслов все время не хватало денежных средств поэтому 30 лет мост область строя реставрация проводила работы по восстановлению храма и истратила на него огромные средства в результате работ по спасению храма рухнула колокольня лестница пришла в руинированное состояние мраморные колонны которые некогда украшали интерьер верхней церкви были выломаны есть также расположена церковь часовня иконы божьей матери и живоносный источник здесь есть освященный источник на этой территории и можно набрать святой воды а вот мы приехали в город жуковский здесь на въезде вот такая стела установлена самолету миг-21f-13 установлена в 1976 году первая точка в жуковском которой мы подъехали это центральный парк и мемориал памяти погибшим в годы великой отечественной войны город жуковский знаменит тем что каждый нечетный год в августе проводится международный авиационный космический салон простонародье макс также жуковский является центром российской авиационной науки здесь расположены центральный аэрогидродинамический институт саги имени жуковского летно-исследовательский институт имени грома не приборостроения московский научно-исследовательский институт агат и очень-очень много промышленных предприятий прошлись мы уже по парку вышли из парка в город опять и здесь перед нами драматический театр стрела построен 1984 году и проводит спектакли как детские так и драматические и спектакли для взрослых театр стрела со всех сторон окружен научно-исследовательскими институтами различными конструкторскими бюро и здесь у нас находится жуковский авиационный техникум принципе выглядит он конечно ужасно но тем не менее техникум работает вот проводит набор на бюджетную форму обучения но состояние техникума конечно ужасно вот это здание слева от театра это у нас нп о ли имени громова здесь кстати за театром там дальше идет уже научно-исследовательские институты офис авиакомпании московия и дальше на кучу научно-исследовательских центров и аэропорт жуковский прошли мы как раз за драматический театр здесь такой вот лес рядом с аэропортом жуковский по этому лесу бегают белки побежала но она от нас убегают открывается наверное не подойдет такое чувство что все эти здания не действующие но судя по надписям на ним они принципе действуют и работают вышли вот к такому мы здание здание пока еще не действующие в принципе смотрим и яндекс карты maps.me навигатор не показывает нам что это такое где-то там за ним вроде бы написано что есть детская железная дорога внутри он мотоцикл какой-то припаркован в общем входа сюда нет обозначающих плакатов что это такое тоже нет ну и в принципе название никакого здесь нет поэтому может быть если кто знает что это такое то напишите пожалуйста в комментариях будет очень интересно и большое спасибо вам если вы это знаете и напишите как таковых большое количество достопримечательностей в городе жуковском нет здесь есть всего несколько достопримечательностей которые мы уже показали в этом видео мы хотели съездить также сегодня в соседний город раменское но там очень много достопримечательностей но дело в том что мы потратили почти полдня на то чтобы походить здесь и поэтому посмотреть раменское у нас получится только лишь уже в следующий раз следующий приезд найдено место запуска фейерверка перед нами центральный аэрогидродинамический институт имени профессора жуковского основан он тысяча девятьсот восемнадцатом году в городе москва пионером отечественной авиации жуковским на базе аэродинамической лаборатории в девяносто четвертом году указом президента российской федерации цаги получил статус государственного научного центра в распоряжении этого института более 60 аэродинамических труб и испытательных стендов для исследования прочности акустики аэрогидродинамики динамики летательных аппаратов потихоньку наступает 7 вечера и мы сейчас будем перемещаться ближе ближе к площади чтобы посмотреть концерт отдельно отстоящее а а а а а а а а а Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.